Всем привет как игрушка. Пока очень интересно и ностальгично. Внешне и по стилистике, и по геймплею она пока что очень похожа на Baldur's Gate. Такое впечатление, что действительно прям вот один в один, сделанное по мотивам старого доброго Baldur's. Схранимся на всякий случай и посмотрим, какие у нас здесь персонажи, кроме вилладжеров, то есть жителей деревни. Есть Сид некто? Привет, Сид. Рыжий стоит перед огнем, настраивает свою лютню и потихонечку бринчит струнами. А, это Рыжий Я. Это она. Ну, потихонечку это все формируется в мелодию, по мере того, как она продолжает это занятие. Ха, впервые в Дракогене. Ну, это... Обычное дело у меня есть... А, обычно у меня есть парочка заготовленных песен. Я тут была довольно занята работой и настраиванием своего инструмента. Я пишу несколько различных напевов об основании этой таверны. Тебе вообще интересна эта история? Я, правда, не закончила, но могу рассказать тебе кое-что. А, да, конечно. Расскажи мне. Это было построено здание во времена Восстания Хадрета. Айдиринская леди... Войну once had to keep her. So, the tower is still stand. У него был здесь, типа, свой гарнизон. И одна из башен до сих пор сохранилась. Но остальное было погребено под вот этой деревней. Где-то под ней, под землей. В любом случае, она была на стороне империи. И контингент рыцарей, дух Хадреца какого-то, помогал фермерам и колонистам в этой местности, чтобы поддержать их. Эта таверна была первым зданием, которое было построено на руинах. Оно было построено из того же кирпича, который колонисты использовали... А, который колонисты вытащили из замка этой леди. Говорят так, по крайней мере. Ну, в общем, очень интересная история. Вы знаете, я бы с удовольствием его почитал, если бы мне легче читалось английский. Почтение, что анимации в некоторых местах отсутствует, говорит Максимус. Да, ну недоделок много здесь, а я, правда, не знаю, как они собираются выпускать ее зимой. Времени мало, очень мало. А игра должна быть выпущена уже через несколько месяцев, по сути. Сейчас заметил, выглядит не очень. Все замерли. Надеюсь, что просто издержки бета-версии. Нет, это просто пауза. Когда вы разговор начинаете, то это пауза, и никто не двигается. Или ты говоришь о том, что они даже не паузы, не двигаются. Надо присмотреться. Куплю себе, когда он пиратбэй выложит, говорит, элифан. Зря. По-моему, еще неплохая вещь, все 35 баксов. Ладно, дешевле не бывает. Покупай. Она также говорит, что посох какого-то могущего волшебника потерялся во время строительства. Да, посох не могучего, а типа какого-то важного, главного волшебника был потерян во время строительства. Он был замурован в стену или где-то находится под полом. В любом случае, эта таверна должна быть как бы местом... Местом, вокруг которого местные построили свой город. Supposed to be. Он должен быть. А что имеешь ты под должен быть, как бы? Чем больше они соседей встречали здесь, тем больше они начинали спорить. Они осознали, что не согласны со своим лордом. И больше, как бы... Расприя возникла из-за... Галанфатанса и находящихся рядом руин рыцарей Хадрета и поддерживающих их хотели мира, но группа не сфитцев, каких-то более анархически настроенных, которая основалась в городе, хотела напасть на племена, так же, как они напали на лорда. В скорости жителей деревни сражались друг с другом, так же, как и гайдерианцы. Да, политота, пишет бичпакет. Айдерианцы, лорды, основатели форта, империя, рыцари. Здесь очень большая, огромная история. Я очень надеюсь, русский перевод в итоге будет не настолько ужасен, как сейчас. Хотя бы шрифт меняйте. Вы знаете, такое впечатление у меня иногда складывается, что я в прошлой жизни был дизайнером, потому что когда я вижу шрифт чудовищный, мне сразу же хочется плакать кровавыми слезами. Ладно, продолжаем. Я не буду расспрашивать ее больше об этих вещах, о том, как это не геймплей. Это скорее история мира, она очень классная. Я бы с удовольствием ее почитал. Но это затянет очень сильно стрим. Не очень много путешественников увидишь в наши дни. Что я могу для тебя сделать? Чем ты там говорил с тем знатым человеком? Ну, у них там, типа, свои дела. Несу свой нос туда и сам поговори, если что. А, если ты хочешь засунуть свой нос в его дела, то иди сам поговори. У меня есть вопрос о Дирфорде. Да, так ты задавай. Ты слышал ли Орланку? Видел ли Орланку по имени Нефри? Ну, такая, та еще леди. Расскажи-ка мне о том, кто живет здесь. Ну, вообще не очень много. Очень трудно удержать людей. А когда... Когда все рождаются Холлоу-борнами. Бла-бла-бла. Но есть некоторые люди, которые все еще здесь находятся и продолжают заниматься своими делами. Так, курьер Тригилд. Тригилд с Леттеркарьер. Хиндина, который создает поушины. И Винфриф, который торгует просто разными товарами. Фермер Рамбалт. Ну и что-то типа Тау. Вот есть вопрос, который можно позадавать о различных людях, которые живут в этой деревне. То есть о курьере, о создателе зельев, о торговце или о фермере. Привет, да? Если о записи Civilization будет, возможно, скоро будет, должна, по крайней мере. Зачем им за барной стойкой, полки с тарелками? Как зачем? Зачем, что можно было сесть и пожрать, понимаешь? То есть люди не только сюда на пицце приходят. Это же таверна. В центр города приехал кто-то, зашел в таверну. Ему же пожрать нужно, не только на пицце и лечь спать. После этого пьяным. Что-то случилось со свиньями Румбалда, да? Какой-то чертов огру тащил их. В общем, черт их неудачник, а? В общем, есть здесь фермер, у которого утащили свиней. Это сделал Огр. Значит, нужно к фермеру зайти. Мы можем взять комнаты, но сделаем чуть позже. А можем нанять какого-то путешественника. Это опция, которая позволяет создать своего собственного персонажа. То есть здесь вообще в чем говорили неоднократно разработчики суть игры и персонажей. Персонажи, конечно, имеют проработанную историю, они имеют некоторый характер, но особо надеяться на то, что они будут очень-очень-очень крутыми. С ними можно там романтические линии какие-то заводить или еще чего-то подобного не будет. А персонажей вообще, если они вам не нравятся, можно заменить на какого-то своего персонажа любого, который вам бы хотелось бы видеть. Если вы хотите, например, персонажа определенного под вас, под ваш стиль игры, вы берете и вынимаете его в таверне таким, которым вы бы хотели его видеть. Лугон, говорит, судя по складу, готовит еду путникам на полу. Может быть. Зашел покушать, тебе дают тарелочку пива. Ну да, наливай так в тарелочку, и ты осторожненько блюдечко поднимаешь, чтобы не разлить его, там прихлевывать начинаешь. Этот квест про игры фермера был на стриме на Gamescom. Да, я видел, кстати. Стражник дома Херенда. Он смотрит на дверь. Если у тебя есть информация о леди Эйлис, тебе стоит поговорить с лордом Херендом. А что за леди Эйлис вообще? Давайте поговорим с лордом Херендом. Так, не будем считать, что он там наден. Мое дитё пропало. Вы понимаете, говорит он. Мой лорд, мы делаем всё, что мы можем. К сожалению, эти чёртовы жители деревни... Да пусть их сожрут дикие звери, меня не заботят, что ты делаешь, но найди её. А, я так понимаю, у тебя дитё пропало. Да, леди Эйлис, моя дочь. Я тут спрашиваю вокруг, но никто из этих чёртовых засранцев даже не заботится ни на грамм, ни о чём, кроме их свиней. Они отправляют моих людей... А, они вообще не хотят разговаривать с моими людьми, и вообще никакой от них толку нету. Но ты, ты не один из моих солдат. Ты выглядишь типа вполне знакомым с тем, чтобы делать грязную работу. Ну, я, по крайней мере, не против такого, да? Мой лорд, мой лорд, я... Эй, эй, если ты найдёшь её, скажи ей, что я очень... I won't be upset with her. Что я не буду на неё злиться. Она может вернуться, и всё будет хорошо. Я просто хочу быть уверенным, что моя Эйлис, моё дитё, в безопасности ничего в мире не может быть более важным для меня. Я бы хотел спросить пару вопросов о вашей дочери. Опишите её. Ну, там, молодая женщина, очень похожа на свою мать, также похожа и на меня. Так, ну, там, про волосы, и про прочее, прочее, прочее. Она двадцатилетняя. Ну, или двадцатиоднолетняя уже сейчас. Он даже не помнит, сколько ей лет. Ужас. Расскажи мне, пожалуйста, а как она исчезла? Ну, она здесь остановилась на пару дней, и на четвёртый вечер у меня... в постели. Когда я закончил свои дела несколько часов позже, я нашёл её, что её нету, она пропала. Никто из моих людей не мог сказать, видел ли он её, и никто вообще во всей таверне её не видел. С тех пор мои люди прочесывают деревню, но мы не можем найти никакой зацепки, и местные тоже не хотят помогать. А почему мы вообще пришли в эту деревню Дерфорт? Ну, это было всего лишь дело, связанное с покупками на нашем пути в Эйнас Рест. Однако, она заболела немного перед тем, как мы здесь появились, ну, и я решил остановиться на несколько дней, чтобы она могла остановиться. Да он просто её достал, говорит Лугуна. Да, на самом деле, просто по паникам, я не тот, с кем хочется иметь дело, и от него захотел сбежать побыстрее. Тем более возраст, там, 20 лет, самая юность, вот, бурлит желание повидать мир, пожить, а не сидеть тут во всяких тавернах. Что такое Эйнас Рест? Ого. Сначала он хочет возразить, но потом как-то смотрит. Она, Лиди Элис, достигла возраста, когда она должна выйти замуж. Я не могу позволить ей дальше это откладывать, ну и не хотел бы я хочу его быстрее, 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 быстрее. Что это важно и пишет, а пару слов непонятно. Я не хочу, чтобы его труба сгнила из-за огромнейшего количества хэллоу-бурнов. Используем интеллект и лор. Кажется, больше бы потенциальных женихов было бы в Нью-Хиамаре или Нью-Ярме. Ты думаешь, я об этом вообще не задумывался? Это довольно сложно. Наиболее подходящее предназначение моей девочки находится в Эйни-Рест. Еще есть вариант, который с лор 5 связан. Есть и лучшие дороги, которые идут по побережью. Не было бы просто более правильным пройти по ним в этот Эйни-Рест? А, да, я так и думал. Но я не хочу проходить через лес, понимаешь? Он понимает руки, всплескивает руками. Очень многие дороги заполнили людьми бежащими или пытающимся сбежать из от Вейдвинс Легаси, чтобы это не было. Это было бы очень сложно для каравана типа моего пройти без приключений по такому пути. Ну, вот так вот. Где остальная часть твоей семьи? Вернемся к твоей дочери и предыдущим вопросам. Я слышал, что ты тут спорил с владельцем этой, наверное, да? Совершенно не глупый человек. Прямо как и все остальные вокруг. Я платил ему честно за еду и жильем. его совершенно не заботит моя Эйлис. Вообще, кажется, он немножко на тебя зол. Ну, вообще, жители этой деревни очень легко кажется обижаются и когда ты появляешься с большой пригоршней монет, они кажутся на это для них это кажется оскорбительным. Вот. Ну, понятно. То есть, он предложил ему деньги, а этот разозлился на то, что ему деньги предложили. Где экшен, говорит Юркинс? Скоро будет. Давай затестим боевку и спелы на завсегда таях таверны. Обязательно. Если есть на ком затестить, на втором этаже мы обязательно поднимемся. Расскажи мне о себе. Но это меня не интересует. И мы после того, как поговорили с ним, получили новое задание. Говорим со стражником, он что-нибудь знает. Как ты думаешь, что случилось с этой девочкой? Да может все что угодно произойти. Кажется, местные до сих пор не поняли, что восстание Хедрита закончилось несколько 150 лет назад где-то. Прирожшие к этому замку они не не строили и строили их ну они в общем построили свою деревню вокруг этого замка. Ну в общем, если что-нибудь интересное найдешь, расскажи. А, нет. Если мы бы знали что-то конкретное, мы бы ее уже нашли. Вот что он говорит. Тебе кажется, уже терпится покинуть этот зерфьорд. А кто бы не хотел? Вся деревенька воняет, как дерьмо свиней, а также мокрой кожей и прочим-прочим-прочим мокрыми шкурами, точнее говоря. Расскажи мне о леди Эйлис. Кажется, ты не очень хорошо знал ее. А моя основная задача это служить лорду Хэронду. Так что ничего интересного отсюда не узнаем. Расскажи мне о себе, а мне это неинтересно пока, говорит Фокс Нал. А в смысле что тебе вам не рассказать? Давайте посмотрим, есть ли еще кто-то здесь, с кем можно поговорить? Нет, вроде никого. Можно подняться на второй этаж. И после этой загрузки мы сейчас увидим, что есть Нейфри. Кто-то поднимается по лестницам, говорит она. Она окружена тремя людьми в капюшонах. Это как раз та убийца, про которую речь шла. Когда мы подходили к деревне и напротив этого моста, который вел в деревню, стояла группа людей вооруженных, эльфов, по-моему. Они говорили о том, что есть женщина, которая в этой деревне скрывается и подозревает в убийствах. Сейчас я на секунду отойду. Хелл Спирит, говорит, твое первое впечатление от игры. Игра такая размеренная, РПГшка старой школы. Она очень похожа действительно на Балдургейт. Так, у нас здесь запертый сундук, и еще один запертый сундук. Мы должны выбрать кого-то с высоким навыком взлома. Ну, это, наверное, наша рога. И да, она взламывает, находит какой-то неплохой топор. Ух ты. 1321 протыкающего или крушащего удара средняя скорость. 543 муки. Офигеть. Офигеть. Гаунтлес оф пуэзент мили. А, это типо недорисованные предметы, то есть таким образом отображаются предметы, у которых иконка недорисована, я так понимаю. Что здесь написано, что это перчатки. Давайте глянем. Молот. Кому нужен молот у нас? Наверное, вот этому. Молот пригодится. Fine Bad Lakes. Сколько у нас урона будет? У этого 19.30, у этого 19.30. Здесь слэш дэмэш. Это урон разрубающий. А здесь протыкающий или крушащий. Это давящий такой ударный урон. Почему не 2D6? Old School же, говорит Юркинс. Ну, потому что 2D6 это D&D и это было придумано для настолок. А в настолках там это удобно, потому что так проще считать дамаг. Здесь же в компьютерных играх все-таки удобнее числа уже конкретные иметь. Добра, Дайс. Рад тебя снова слышать, говорит Бедлам. Да, спасибо тебя. Рад видеть. Гуч, говорит, игра ответа на Baldur's Gate Enhanced Edition. Ну, как-то так. Ну, что. Попробуем с этим походить. Что у нас еще есть? Луны и Оры. Что бы это ни было, это книга, что ли? Да, это книга. Луны и Оры. Овощи. Перидот. Что бы это ни было, попробую перевести. Перидот. Оливин. Ну, вот есть такое, видимо, растение. А, это не растение, это камень. Он стеклянный камень, который очень легко найти, но... Find a specimen. Да, не важно. В общем, камешки у нас есть две штуки. И перчатки. Что за перчатки? Плюс 10 мили дамага. Круто. Давайте наденем. Плюс 10 мили дамага никогда не помешают. Нам нашим не особо это нужно. Потому что у него мили дамага будет меньше гораздо, чем у этого воина. А ему даем перчатки с плюс 10 мили дамага. Имха рубящая лучше, чем крушащая. Исключение гидр, говорит, снегами рюк. Так мы же с гидрами сейчас пойдем сражаться, ты как думал. Экипировка персонажа мешками с мукой. Да. Всем по мешку соли, пацаны, говорит, Юркинс. Ох, нет, эти недоделки. Они такие классные. Что еще мы можем полутать? Потому что лутать это всегда круто. Да. Как бы всех выбрать. Хм. Ой. Не на ту кнопочку нажал, это загрузка оказалась. А мы с ним говорили же. Да, нам нужно сейчас быстренько с ним поговорить еще раз. Ладно. Very well. Very well, говорят нам. Very well. Control-A, может быть, говорит с снегами. Надо попробовать Control-A, конечно. Давайте выберем одного кого-то из них. А теперь Control-A. Нет, Control-A не работает. Да? С шифтом, по крайней мере, прокликиваются. Еще раз с инкипером поговорим. Расскажи мне, пожалуйста, о дочери лорда Херонда. Ах, этот лорд. Она говорит, что она, типа, прайм-пал тут день назад. Я больше не знаю ничего. Это вообще, типа, не мое дело. Мы используем наше восприятие в 13. Что-то определенно тебя в этом задевает. Ну, что-то тут не так, когда ты говоришь об этой девушке. Да, ты определенно прав. Этот лорд кажется, чувствует, что у него, типа, одежда лучше, чем наша, чище, и поэтому он весь такой напыщенный. Инвалид Обжиг Бехевера ранг 2 Requirement Not Met. А, это, типа, какое-то недопустимое поведение Requirement Not Met. Что бы это ни значило, это какие-то закрытые для нас опции в диалоге. Слушай, говорит он, я не хочу от тебя никаких проблем, ну, или от него, тем более. Я всего лишь жду, когда он устанет на моего Эли и отсюда уберется куда-нибудь. То есть, ты-ка что-то знаешь, но ничего не говоришь. Ты определенно виноват тогда. Эта девушка Элис, ну, она пыталась исчезнуть. А ты ведь тут не увидишь. Единственная человек, с которым она говорила, это Тригил. Вот, мы узнали кое-что. его магазин находится рядом с разрушенной башней. Угу. Вообще, мой тебе совет, оставь все как есть. Ты ничего тут не найдешь, и тебе это не принесет пользы. боже, это же Project Tern Tigre Inquisit, да, это он. Сынемся еще раз. И теперь уже поднимаемся наверх, мы узнали больше, мы узнали, что нужно поговорить, сохранить с хозяином магазина, который находится рядом с разрушенной башней, тогда мы сможем выяснить что-то еще об этой девушке. очень хорошо. Возьмем нашу элифийку, еще раз взломаем тут все. Вот раз и ищи другие, заметьте. Светка воскрешения, плащ защиты, плюс 4 к фортитюде, плюс 2 к силе, и отражение ударов. Ну, тут неплохо. Clock of Protection передаем ему. Сюда вздеваем. Хорошая дубинка. Ну, мыса, точнее говоря. При атаке плюс 4 к урону милишному, точность плюс 4 когда ее метаем, видимо. Или что? Ну, надо не очень, конечно, если честно, так посмотреть. Здесь посох, здесь Morningstar, все остальное хуже. Свита Криваева. Ну, плохо тоже. То есть каждый раз предметы разные появляются, как видите. Лут рандомный. Господи, ну или фиг, говорит Хруст. А что тебе не нравится с ней? Чуть-чуть с ней не так вообще. Может тебе такие мальчики смазливые больше нравятся или этой девочкой? Я даже не знаю, кто это. Она, оно. Волосы слишком короткие. Где-нибудь есть пол, описывающий его? Personal. Это не Том. KTC DT DPhil. Damage. Расу, пожалуйста, мне покажите. Не знаю. Друг, покажи сражение. Да, сражение сейчас будет, скорее всего, с вот этими в этой комнате. Что в этой комнате стоят люди очень подозрительные. Среди них явно есть тот, кто нами разыскивается. Подходим, сохраняемся. Ну, вижу, что девушка говорит лугону. Ну, окей. Трапы разные бывают, особенно такие фэнтезийные. Очень хорошо. И говорим с ней. Кто-то следует за тобой. Кто тебя послал? Кое-кто рассказал мне, что ты ответственна за убийство детишек в Дефенс Бэе. А, дай угадаю. Этот кто-то имел имя Медрэд, да? Но это определенная ложь, совершенно очевидная и элементарная. Я просто встал не на ту сторону с заказчиком и теперь он меня ищет и преследует. Ну, если ты, конечно, тут пришел, чтобы сделать грязную работу за него, но я особо прочь не буду. Так, расслабься. Я просто хочу услышать твою историю. То есть, расскажи свой вариант истории. Какую еще историю? Де Менелс... Де Менелсы идут за мной. Я просто ограбил совсем не то место. Как бы я могла догадываться, что они уже собирались это сделать? Ну, честно, это была просто ошибка. Я теперь просто пытаюсь выжить. И я говорил с Медрэдтом, ну, ты знаешь, он там ожидает, пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда, вам. Так, отправляйся на восток. Медрэд ждет тебя на западе от реки. Ха. Можно соврать, что он идет, что он находится на востоке, и ты можешь... Чингер, что... А, что он отправился в храм, и путь теперь чист. Можно просто ее атаковать. Давайте голосование проведем. Обмануть ее, сказать правду, или атаковать. Вариант 1, 2 и 3 пишите здесь. Ну, я так на глаз почитаю. Так что, чатик, сейчас ты можешь выбрать наш путь в этой маленькой бете. Вперед! Hell Spirit 2 это спасти ее, единицы это соврать ей, и 3 это убить. Ужас, сколько людей жаждет крови это вообще, так посмотрите. Чудовище, вы страшные чудовища, я вас... Да, троек слишком много. Двойчики спасти появились. Лидс, вот, например, пишет двоечку уже в таком количестве, что, наверное, за весь чатик отдувается. Для каста 1 нужно убей, все требуют убей, 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 убей. Давайте потестим боевку реально. Стреляют всех подряд, Господь разберется, говорят. DJI тоже двоечку спамят, как элитс, просто спаси, спаси, спаси. Я понимаю, что люди есть, которые действительно с добрым сердцем, с чистой душой, они готовы людей спасать, они подставлять или там кроваво убивать, но большинство хотят убийства. Так, большинство двоечек от одного и того же человека. Возьми с нее взятку, пусть скроется, а типам скажут, что она сгорела. Победи их, потом загрузи. Вот это самый лучший вариант. Ray Rynon говорит нам, победи. Давайте потестим боевку, наконец уже пора. защитную стойку. Свалить, повалить кого-то. Восстановление постоянное. Сваливаем с ног. Нашим приставом кастуем заклинание первого уровня, которое называется Blessing, благословение. Он дает... Ага, только союзникам бонусы. Бонусы. Рога. Что делает? Хм. Здесь мы можем чанты произнести. Как бы это сделать? Так, давайте защитную сначала вещи сделаем. И поехали. Как-то так, наверное. Это кто у нас? А это у нас маг. Маг начинает атаковать. Нет, такой вещью он не будет атаковать, он будет вот такой вещью атаковать. Вот этого. Прист кастует. Рога. Что делает Рога? Рога наносит Криплинг Страйк на вот этого тоже. Типа новый Балдургейт. Да, очень похоже. Ты за Барт играешь? Да, вообще что Барт. Надо было заучить и отдохнуть. Не, ну уже заучено все. Ты только самый слабый пропой, а ты не сработает. Ого. Бета закрыта или нет? То есть ты можешь купить Бэту. Вот это звуки вообще просто. Тыщ, тыщ, тыщ. Ништяк. Так, Рога, скрывайся. Этого чувака надо бить очень срочно. Да. Мы тут поем потихонечку. Он, Криплинг Страйк кнокдаун сделал в игру с Дефенс. Прожимаем. Дальше. Что еще мы можем кастануть хорошего? О. Так, что-то мы на него наложили. Даже не знаю, что на кого вообще. Что происходит? Но звуки просто и эффекты офигенные. Проверить тут можно хитранить? Да, скорее всего можно. Басукин, колонка, напряглись, говорит Юркинс. Ага. Просто какое-то происходит такой жесткий. Страшный. Бой. Прист. Что еще может сделать прист? Интердикшн. Не, что-нибудь страшное нужно опасное сотворить. Пора атаковать уже в конце концов. Кого-то нужно дебафнуть срочно. О. Точность и... В общем, боевые качества снижают врагов из-за одной области. у меня вот этот не нравится. А я по своим что ли жахнул? Скажите мне серьезно. Своим, видимо. Берем лук. Стоим сюда. Так. Она должна стрелять сюда. Так. Она должна стрелять сюда. должен бить сюда. Этот маг стреляет в недобитка. прист прист должен к станете еще хорошего холли медитейшн очищает свой разум и clarity бонус концентрации накладывает хорошо теперь можно еще похилить осталось всего ничего яс персонаж он уже бьет мили ты должен атаковать сюда еще вот додобейте его отлично добили последний остался привет горит алексед ага стану паутином я даже не знаю он наверное что к нему не подошли типа но это ему не помогло все вы кончен мы победили yes что же мы находим мы находим посох брест плейд то есть пластинчатую броню два топора боевых кольчужную броню сейчас посмотрим что-нибудь из этого нам определенно понадобится саблю на и тренер какой-то а это средняя броня какая-то легкая броня всего поднемножку хорошие мечи яс эвел дойр говорит не зря закошмарил это точно да теперь самое главное этот лут попробовать распределить посмотрим что из этого можем кому передать например light armor нам не нужно но здесь есть плейд армор который имеет хэви армор дт 12 что такое дт плейд армор еще энчантнуть можно офигеть просто а мы можем энчантить что-то надо разобраться как наш класс работает который мы создали вообще потому что создал кого-то а кого вообще зачем что он может непонятно файн брис плейд имеет дт 8 они 12 но плюс 2 до мейдж 3 шелду то есть он как бы броня поменьше я сервис нажимаю на одну и ту же кнопку который нажимать не надо медиум армор night runner а у нас медиум армор используется лайт армор этот медиум армор дт 9 а здесь дт 6 то есть дт 9 тоже recovery speed такой же и это такая же броня как здесь файн брис плейд и здесь тоже файн брис плейд плюс 2 здесь плюс 2 а то есть броня какая у нас собственно говоря была мечи посохи файн рот 12 19 у нас такая же фигня да только хуже здесь вот нашли мы а то которые есть у нас она получше ну неплохо файн свор 19 31 speed average а чем хорошо то что у этого может либо слэш либо пирс урон то есть он может мечом еще протыкать а этот топором только рубить может поэтому меч будет ему гораздо лучше хотя посмотрим если у нас какие то тут есть даже фильтры интересно если у нас какие то способности конкретно на меч и на топор у этого файтера где то вообще можно найти самое интересное мне больше всего волнует это просто статистика Угу угу talents abilities специаляция на оружии рыцарском она включает в себя боевые топоры арбалеты learning star мечи как раз мечи и боевые луки. Вот у нас есть меч. Я думаю, он получше будет, чем топор. Сними с приста броню и одежду. И мы узнаем Полгрид Юркинс. Конечно. Привет, Реорал. Можно одним персонажем играть? Наверное, можно. Но просто сразу нам со старта здесь дают вот такую маленькую партию. Возьмем денежку. Книжку The Dyerwood. Часть 1. Ранне колониальная история. Читать, конечно, книжку я не буду. Если что, сами прочитайте когда-нибудь, когда взлетелись бетой. Ну, или релизом. Не знаю. Ох, так, а когда полная версия выйдет? Обещают где-то зимой ее выточить. Еще в этом году. Чтобы это произошло, им нужно еще очень много сделать. У меня есть такое какое-то смутное ощущение, что игра немножко не готова пока что. Но даже нескольких месяцев будет мало. Они изначально-то, знаете, планировали, когда это все сделать? Весной этого года, 2014-го. Но, к сожалению, весна уже давно прошла, а игры нету. И, скорее всего, не будет. Я уже думаю, перенесут, наверное, на следующий год. Ну, там, на начало, по крайней мере, точно.